Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать немного о наших кистях, потому что очень много у вас вопросов, чем мы делаем макияжи, какие кисти мы используем, что нужно с собой взять на школу и что нужно иметь у себя дома, чтобы можно было выполнить макияж, который я вам даю. Девочки, все очень просто. У нас вот такие вот есть кисти. Они очень классные, очень удобный маленький футляр. Смотрите, как покажу вам ближе. Вот здесь есть отделение, куда вы можете положить кисти свои, да, распределить их. Как раз в наборе идут 5 кистей и здесь 5 отсеков для ваших кисточек. И они не будут пересекаться друг с другом, да, если там разные оттенки, которые, я имею в виду, когда они используются. Но лучше, конечно, их не ложить грязными в футляр, а лучше, конечно, их ложить сюда чистенькими. И сами кисти. Я вам покажу, они у меня есть открыты, но давайте покажу вам новенькие. Они очень хорошо здесь упакованы. Каждая из кистей идет в отдельной... Здесь идет инструкция. Каждая из кистей, она упакована отдельно. Можете их также... Я не рекомендую выбрасывать и рекомендую их также и держать, да, потому что, да, у вас они будут более, скажем так, да, еще защищены. Очень удобная эта кисть. Я ею делаю очень много. Кто-дечонки ходят на моей школе, они знают, что я ей наношу и румяна, я ей наношу и пудри, наношу и делаю скульптурирование. Но, конечно же, есть и отдельный вариант для румян, для тех, кто еще не научился так быстро все делать. Она особенная, потому что, если вы ее так рассмотрите, я вам ее прокручу, у нее в разных местах, просто я темненькая, в темной одежде, да, вот так прокручивать вам для руки. Здесь самая острая часть, самая высокая точка. И ею вы набираете практически все оттенки для того, чтобы сделать, прорисовать лицо. Мы это будем делать в другом видео, сейчас мы просто их разберем. Она потрясающая, когда вы берете пудру, положу остальные, вы набираете ее вот таким вот способом, да, вы открываете пудрочку и вот так вот набираете и наносите на лицо вниз по линию роста волосков. То есть она универсальна, девочки, на самом деле, это кисть. Вторая кисть здесь для нанесения румян. Здесь тоже вот так вот вам покажу, очень классный срез. Очень удобно ей наносить румяна для тех, кто еще не понял, как это делается. Очень удобненько приложили и у вас есть прорисованная ваша подскульная впадина. Да, и также потом вы наносите румян. Следующая кисть это кисть для нанесения, прорисовки подвижного века. Да, у кого-то хорошо прорисовано подвижное веко, кому-то нужно его дорисовать. Вот эта вот кисть скошенная, она отлично с этим справляется. Четвертая кисть, которая входит в набор, это кисть бочонок. По большей части ее тоже можно использовать как прорисовку подвижного века. Также она отлично прорисовывает нижнее веко, потому что она очень остренькая. Посмотрите, как она сейчас вот так, чтобы вам было видно. Как она хорошо заужена и очень красиво наносит как линии узкие, тогда маленькие, так и линии широкие. И пятая кисть это для нанесения теней. Девочки, она вообще очень крутая. Я покажу вам сейчас разницу в наших кистей от предыдущих даже наших кистей, потому что многие меня спрашивают, а в чем наши кисти и те были очень классные. Девчонки, они были классные, но они натуральные. Эти сейчас компания, не только компания моряки, а многие компании борются за то, чтобы кисти были ненатуральные, чтобы в них не заводилось никакие микробы, бактерии и прочая живность, которая может поселиться в кистях, которая натуральная. Это один момент. Второй момент, эти гораздо легче обрабатываются. Достаточно много хороших средств, которые вы очень легко обрабатываете, их они убивают все бактерии и также очищают. Плюс, натуральные кисти сохнут дольше. Здесь вы можете обработать, вытереть и дальше ей работать. Это более безопасно. И девочки, они служат гораздо дольше, чем натуральные. Они не распушаются, они не портятся, не осыпаются, как это делается с натуральными кистями. Поэтому эти кисти очень крутые. Еще, в чем очень большой момент, хотела вам показать. Вот даже взять наши предыдущие кисти, не только помимо того, что они натуральные, они еще портят, скажем так. Но я думаю, это не только. Я уже просто проверяла много различных кистей. Знаете, как хорошо проверить? Вы просто берете кисть и набираете ею румяна. Ну, в данном случае румяна, либо же тени, неважно. Смотрите, как много на кисти и как испорчена поверхность. То есть, она делает такие, я надеюсь, что вам видно на самом деле, она делает такие, как дырочки в румянах. Если вы берете обычную кисть, которая лопатка, просто они у меня здесь, они, девчонки, такие, они идут прессованные, это я просто помечаю свои кисти. Потому что, когда на школе макияжа у нас много кистей, мы, чтобы не путаться, да, каждый помечает как-то свои кисти. И когда вы прикладываете эту, видите, на ней чуть-чуть, на самой кисти, и здесь совсем не повреждено покрытие румян, либо же теней в дальнейшем, да, как вы будете использовать. Соответственно, что это значит? У вас расход продукции будет гораздо меньше с этими кистями, с новыми, да, чем с предыдущими. И когда вы набираете понемножку, 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 вам гораздо легче сделать красивую линию, чем вы поставили пятно, и потом вы его не можете никак растушевать. Поэтому к этому набору, единственное, да, конечно же, 5 кистей недостаточно макияжа. Я рекомендую добавить обязательно кисть, вот такая вот она скошенная, очень красиво. Это для нанесения кремовых текстур, потому что, чтобы обработать внутренний уголок и также обработать область вокруг под глазиками, вам нужно обязательно кисть, которая немножечко скошена, чтобы хорошо залезть сюда. И она специально для нанесения кремовых теней. И еще кисть, которую вам рекомендуют добавить, конечно же, это кисть для бровей. С одной стороны, да, это для того, чтобы расчесывать брови, вторую часть вы можете использовать как для прорисовки бровей тенями, также для того, чтобы нарисовать стрелку. По поводу стрелки мы будем говорить в другом видео. И, конечно же, вам нужна вот такая вот кисть, которая идет для нанесения основы под макияж. Девочки, это просто, она настолько бомбезная. У нее, видите, тоже такой скос, она срез, да, такой очень гладкий, ровный, и она очень плотная, вовнутрь сюда практически ничего не заходит. И плюс ее еще очень в том большой, что, если взять, допустим, нашу тоже предыдущую кисть, хотя, девочки, такая кисть у вас должна быть, потому что нанести крем на лицо, а мы не трогаем лица наших клиентов, но если вы не профессиональный визажист, и вас отдельно дойдет как визаж, мы наносим крема клиенту только при помощи кисти, да. Поэтому вот такая вот кисть должна быть у всех, но если взять ее под основу, либо же эту основу под основу, это, конечно же, проигрывает, потому что она оставляет немножечко разводы. А благодаря вот этой вот кисти у вас не то, что разводов нет, у вас будет настолько идеально ровное покрытие, потому что она хорошо, она очень мягенькая, очень нежная, кто ее пробовал, тот знает. И она заносит основу под макияж, когда вы проводите в каждую порочку, в каждую морщинку, то есть получается все очень ровно, легко и красиво. Поэтому для того, чтобы делать красивый макияж, вам понадобится 5 кистей из набора нашего. Девочки, 5 кистей, вот таких вот стоит полторы тысячи гривен. Если вы посмотрите даже на других сайтах, причем это профессиональные кисти, если компания дает заявление о том, что это профессиональные кисти, поверьте мне, это уже профессиональные кисти. И мы, кстати, работаем именно на Ukraine Fashion Week, потому что там у каждого лидера, каждый лидер приходит со своими кистями, соответственно, мы работаем только с нашими кистями морякей. Конечно, есть у меня дополнительно вот одна кисть, которая делает такая тоненькая-тоненькая, которую я дорисовываю хвостик. Все, все остальные кисти у меня только наши, да, морякей. Поэтому к этим 5 кистям вы добавляете кисть для нанесения кремовых текстур, кисть для бровей и для стрелочек, и кисть для нанесения основы под макияж. И этого вам будет достаточно для того, чтобы сделать в домашних условиях себе макияж и своим подругам. У меня все. Если вдруг у вас возникают вопросы, пишите мне под видео, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И я надеюсь, что вам это видео было полезно. Всем пока-пока, до новых встреч!